Мы были с женой в Таиланде недавно, если есть какие-то переживания по поводу коронавируса, ребят, мы уехали оттуда ровно до того момента, как я выздоровел, поэтому я специально сказал, чтобы создать напряжение, потому что знал, что вы точно засмеетесь, чтобы его снять, чтобы избавиться от воздуха, который вдохнули в это помещение. Не знаю, ребят, мне, если честно, мне нравится коронавирус, честно. Благодаря ему мы узнали, что нас с вами ученые считают тупыми. Знаете, вот их советы, слышали? Мойте руки с мылом. Вот это лайфхак. Прямо с мылом, да, надо вниз. Я вообще, ребят, я мою руки вообще как умалишенные. Я мою руки, даже если рукой коснулся другой руки, я вам прямо отвечаю. Потому что я правша, я это левой не доверяю. У нее там у правой координации 100%, а левой что-то болтается и там шатает во все стороны. Вконтакте, видели? И там написано, мойте руки с мылом и водой. Достаточно круто. То есть прям надо кран включить, да, чтобы вода тебе на руки прям лилась, да? Или вот этот совет. Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. А когда мы же когда себя плохо чувствуем, нам уже всегда хочется когда-нибудь рвануть, да? Где вот людей побольше, да? В метро куда-нибудь синий на зеленую ветку переходить, да? Где тебя люди во все стороны сшибают. Еще эта левая рука тут болтается. Ну, поняли, да, вот эти у них советы. Мойте руки с мылом. Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. Ешьте курочку с картошкой, так вкуснее. Вот это все, это серверно. Ну, у них есть один нормальный совет, это нельзя чесать глаза, нельзя чесать нос, да? Слышали про это все? Но они же от ваших советов не перестали чесаться, они же все равно чешутся, да? Вы, может, дали бы совет, как их почесать? Потому что я вот в метро ехал, знаете как, вот так. У меня нос чесался, я прям... Мне женщина место уступила, я вам отвечаю на это. Еще говорят, эти, маски от коронавируса не помогают. Так вот, что их носят все, что-то там наяривать это все свое. Ну, мне, знаете, мне чем нравится коронавирус, это то, что он нам, ну, дал понять, что ученые тоже тупые. Ну, они что, слышали, что говорят? Вакцину изобретем в сентябре. А что, у вас важные дела какие-то есть? Может, вы сейчас изобретете? Ну, потом цитрамоном займете, давайте все, наверное, нам просто очень сильно надо. Как вообще можно знать, когда ты что-то придумаешь? Ребят, я завтра в 13.40 придумаю самую смешную шутку. Мне это, конечно, очень сильно непонятно. Слышали, да, вот эту всю тему с продуктами, там пустые полки? Я думал, это просто по первому каналу нам показывают, сыпят. А оказывается, я пришел в Магнит, и, короче, там, ну, вообще, ну, вот там, где крупа, там вообще полностью пустые полки. Вообще полностью. Даже гороха нет. Как будто кто-то корзинку поставил, вот так рукой просто на это все снял. Даже пыль. Заберу все. Вообще охренеть просто. Горох, нахрен на тебе горох? Если даже самый жесткий голод начнется, ты же сначала кожаную куртку сожрешь, а потом горох. Ну ладно, я понимаю, горох это знаменитая приправа, да, его добавляют в мусорку. Мы это с вами будем. Мне, короче, слушайте, мне на самом деле, мне нравится коронавирус еще тем, что он помогает нам определить, кто из нас черт. Потому что вот черт пришел сегодня в Магаз, искупил все продукты себе на черный день, а мы сегодня пришли в Магаз и узнали, что у нас черный день сегодня. Короче, ну ладно, я понимаю, нет, не нужно считать вообще всех людей чертями, да, у кого есть гречка. Давайте так, давайте так, вот ты че, если у тебя гречку видно, не открываешь шкафчик, нормально? Давайте закрыть этот момент.